Первые отдельные правоохранительные подразделения на транспорте берут свою историю с 18 февраля 1919 года. Именно в этот день Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет утвердил декрет об организации Межведомственной Комиссии по охране железных дорог. Так, на смену железнодорожной царской жандармерии пришла железнодорожная милиция. Вот так бы выглядел сегодня служащий уже транспортной полиции, если бы сохранили форму 20-х годов прошлого века. Главным отличительным знаком правоохранителей транспортников от всех остальных структур МВД того времени были топор и молот на кокардах и на грудных знаках сотрудников. Нынешняя полиция на транспорте, конечно, уже отвечает за безопасность не только на железной дороге, но и морском и воздушном сообщении. Сегодня можно говорить о новом этапе развития службы уже в реалиях Новой России. Например, Вячеслав Папшев служит экспертом-криминалистом уже больше 20 лет и прекрасно помнит, как было сложно без современных технологий. Если раньше, допустим, мы выезжали на место происшествия, сделав 5-6 кадров и пытались сэкономить, потому что если ты сразу снимешь пленку, даже ее просто не было, то теперь это позволяет 40-50 кадров, потом ты выбираешь себе лучшую, допустим. Я помню случаи такие живые, когда в мороз в минус 40 градусов надо было заменить пленку в фотоаппарате. Открываешь, вытаскиваешь уже отснятую, ставишь новую бобину, она просто ломается, она просто сыплется в руках. То есть ее практически осорваешь кончик, чтобы это мотать, он обламывается, просто сыплется. Такие были истории. Кстати, транспортникам куда сложнее раскрывать преступления, чем другим их коллегам. Ведь большинство правонарушений происходит, что называется, в пути. Отсюда и специфика. Представляете, если совершается преступление в подвижном составе, в пассажирском поезде, допустим, и свидетели, и потерпевшие, и подозреваемые, все в течение нескольких часов, зачастую в противоположных даже бывает направлениях, на большие расстояния разъезжаются, по своим делам, по своим местам жительства. И воссоздать картину для этого совершенного преступления, получить доказательства, привлечь к ответственности, задержать иногда преступника, следователю, оперативным сотрудникам приходится преодолевать огромные расстояния. Так совпало, что к юбилею службы следователи Сибирского транспортного управления в подарок получили новое здание. Перерезав ленточку, помещение осветили. В данном конкретном случае этот церковный обряд пришелся как нельзя кстати. Ведь здание было реконструировано. Когда-то в нем был медвотрезвитель. Что же касается новоселов, то транспортные следователи занимаются делами напрямую, связанными с безопасностью пассажиров на том или ином виде транспорта. Например, есть даже случаи вывода из строя целых железнодорожных составов. Раскрыто и расследовано уголовное дело, где совершались хищения и подмены деталей железнодорожных в подвижном составе. Тоже значимое большое уголовное дело. Была создана следственно-оперативная группа, потому что, чтобы доказать преступную деятельность, выезжали в разные регионы Российской Федерации, допрашивали многочисленных свидетелей, потерпевших. Уголовное дело составляет около 150 томов. В свой профессиональный праздник в Сибирской транспортной полиции не забывают об основной своей задаче сделать так, чтобы полицейский был для обычного гражданина и защитником, и помощником в любой ситуации.